В нашей группе ДДИ-24 около 120 подопечных. То есть это детишки умственно отсталые, в возрасте примерно от 7 до 18 лет. И каждый раз, приезжая в ДДИ, мы практически контактируем со всеми группами. То есть есть группы более сохранные детишки. Мы с ними проводим различные мастер-классы, мы с ними гуляем, проводим какие-то активные игры, общаемся. А есть детишки, где, скажем так, тяжелая степень, и мы с ними просто гуляем. Кто-то слабо видит, кто-то слабо слышит. То есть без нас, скажем так, им тяжело выйти на прогулку, потому что воспитательница одна, и, конечно, ей нужна наша помощь. Есть детишки, которым тяжело даже выйти на прогулку, которые просто сидят на веранде. И воспитательница просто в силу особенностей этих детей, она не может, к сожалению, выдать нам, волонтерам, каким бы ответственными мы ни были, выдать нам их на прогулку. Мы просто приходим к ним, к ним общаемся. То есть мы стараемся не забывать ни про кого, дарить подарки на дни рождения. Такая добрая традиция ДДИ-24, что мы всегда помним про всех детей. То есть они знают, что наступит их день рождения, волонтеры придут, обязательно поздравят их, там, станцуют вместе каравай. У нас всего есть один час, чтобы мы посетили одну из групп. И, как правило, мы, конечно, нацелены на несколько групп, но не всегда получается это, потому что время очень быстро пролетает. И очень тяжело, потому что дети не хотят нас отпускать, и мы как-то не замечаем, как время пролетает, и нам уже пора уходить. Дети очень рады волонтерам, то есть они очень активно играют во все игры, они принимают все это. Но в силу своих особенностей бывают различные ситуации, связанные с детьми. То есть бывает чересчур сильная агрессия от детей. То есть это невольно бывает такое, что может ребенок ударить тебя, схватить за волосы, взять твою сумку, спрашивать, а что у тебя в сумке. И в таких ситуациях нужно объяснять и говорить, Маше, это моя сумка, я не лезу в твою сумку, и ты в мою, пожалуйста, не лезь. Это очень важно, потому что если мы будем разрешать детям делать все, что они хотят, ни к чему хорошему, как правило, это не приводит. Если ребенок также хватает за волосы, начинает дергать, говорить, что нельзя так делать, мне больно, я буду плакать. Дети спрашивают, а ты мама? Это бывает очень часто, и как бы нам приятно, скажем так, и трогательно не было, мы должны сразу говорить, что нет, я не мама, я Вика. И стараться побыстрее, скажем так, от этой темы отойти. Конечно, они ждут своих мам, им не хватает этого, они, конечно, хотят это услышать, но мы должны понимать, что мы можем травмировать ребенка, сказав, если, да, что я мама, я мама. Как бы нельзя такого говорить ни в коем случае. Несмотря на то, что наши дети с особенностями, они очень ждут новых волонтеров, они, как никто другой, нуждаются в этом, действительно искренне любят волонтеров, они ждут встречи с нами, они готовы идти на все уступки, они готовы, не знаю, предлагать какие-то свои игры, вести себя активно. Приходите в нашу группу, потому что наша группа нуждается в волонтерах. Мы всегда всем будем очень рады.